Vectra B относится к тем моделям 90-х, что еще долго не выйдут из моды. Да, не BMW, да старушка, зато истинный немец, да класс. И цена не кусается. В свои золотые годы Opel Vectra B хорошо продавались и ценились рачительными европейцами, радовали вариантами двигателей и комплектаций. Представленный в 1995 году автомобиль отличался демократичной ценой и хорошим оснащением. К хэтчбеку и седану добавился универсал, не считая купе Opel Calibra на той же платформе и с тем же салоном. Собирали Vectra B всем миром. Германия, Бельгия, Великобритания, Бразилия, даже Египет и Россия, приложили руку к модели. Примечательно, что несмотря на общую панель, Vectra B не имеет почти ничего общего с Vectra A. Кузов, ходовая и линейка моторов у них разные. В 1999 году модель пережила рестайлинг. Фары заменили пластиковыми, чуть подкорректировали форму оптики и предложили окрашивать бамперы с молдингами в цвет кузова. Изменилась тормозная система. На всех версиях, от мощности теперь ставили АБС. Базовая комплектация улучшилась за счет обязательных боковых аирбеков и подушки для пассажиров. Моторы тоже модифицировали, решили основные детские болезни популярного 1- и 6-литрового мотора. Все двигатели подогнали под нормы по выбросу Евро-3, а позднее и Евро-4. С 2003 года в серию вышло уже совсем другое поколение Vectra. Большой и престижный Opel Vectra C. Кузов, салон, электроника. Основная беда как Vectra B, так и любого другого старого Opel'я – коррозия кузова. Но тут ключевой фактор обслуживания. Есть Vectra фактически без порогов и со сквозными дырами в кузове, а есть минимум коррозии на краях арок и капоте. Модели до рестайлинга в основном ржавеют, начиная со шва задней арки и низов дверей, следом пороги, стыки стоек лобового, верхний лонжерон. Затем очередь днища и заднего пола багажника, далее подвеска и очень редко, места ее крепления. Если повезет встретить экземпляр в хорошем кузовном состоянии, это будет европейская эксплуатация и антикоррозийная обработка. Но обычно даже отменный уход не спасает Vectra от возрастной порчи задних арок и дверей. Другие типичные болезни модели по кузову, отваливающиеся молдинги, повреждения креплений переднего бампера и креплений передних фар, при небольшом ударе они довольно легко ломаются. В кузове Hatchback типичная проблема по отзывам владельцев, стучащая крышка задней двери и ее же негерметичное прилегание к кузову. Отсюда риск попадания воды и быстрой коррозии. Несмотря на почтенный возраст, Vectra B порадует владельца подушками, ремнями с преднатяжителями, ABS с антипробуксовочной системой. Автомобиль C-класса отличается качественными материалами салона, большим багажником и отличной шумоизоляцией. В салоне Opel Vectra B все просто лаконично, надежно и со вкусом. Не только кожаная отделка, но и тканевая отличается стойкостью к износу. Даже в базе водительское место регулируется по наклону и высоте. Приборная панель щеголяет мягким пластиком. Поломки салонного оборудования – редкая редкость. Смотря на салон авто, ни за что не скажешь, что Vectra больше 20 лет. Дисплей и клавиши управления, оформление приборов, эргономика организации места водителя тянут на уверенный премиум. Владельцы отмечают нестабильную работу климата, выход из строя датчика температуры в салоне. Само по себе это не страшно, климат-контроль продолжает работать, пусть и с перебоями. Зато по части надежности электрических систем автомобиль обгоняет многих, если не всех, одноклассников. Схема успеха – несложная начинка, качественно собранная, без лишних деталей. Причем проводка для топовых и стандартных версий стала различаться только после рестайлинга, а до него вся была взаимозаменяемой. В зоне риска переключатели центрального замка, особенно со стороны водительской двери, да и сами замки могут выходить из строя. Причина – расположение моторчика привода и опция двойного запирания, типичная для Opel'ей того периода. То есть, если дверь заклинит в такой ситуации, это уже наглухо. Другая типичная неприятность – слабые контакты в фарах в послерестайлинговых векторах. Любители ламп помощнее сталкиваются с оплавленными контактами. Еще труднее, если на машине установлен ксенон, блоки розжига давно аналоговые, датчики регулировки, скорее всего, не работают. К серьезным сбоям может привести типичная для вектора проблема с датчиком температуры двигателя. Она начинает завышать показания из-за плохого контакта проводки или из-за того, что сопротивление пониженных скоростей перегорели и вентиляторы крутят на полную. Проводка датчика положения коленвала служит не больше 6-7 лет. Регулятор холостого хода лучше регулярно чистить. Двигатели. Бензиновые. Надежные долгожители, моторы серии X18XE и X20XE-V. Ресурс поршневой группы составляет до 400 тысяч, при нормальных сроках замены масла. За это время, вероятно, придется менять маслосъемные колпачки, сальники распредвала и коленвала, проверять и перебирать электрику, но все это несложно и недорого. Особое внимание при покупке возрастного Opel Vectra B стоит уделить системе охлаждения. Если шланги не менять вовремя, появятся течи, в том числе в расширительном бачке. От корректной работы датчиков, массового расхода воздуха и лямбда-зонда зависит топливный аппетит двигателя. Но на этих моторах они почти не ломаются. Если выбирать двигатель V6 объемом 2,5 литра, то его надежность и ресурс сопоставимы с рассмотренными выше, но по обслуживанию он дороже. Типичные проблемы – коррозия масляного теплообменника в развале блока. По конструкции близкие двигатели, объемом 3,2 и 6 литра, редко можно встретить на Vectra B. Стоит упомянуть, не предназначенный для европейского рынка мотор 20NEJ. Он встречается в простых комплектациях, обычно это бразильская сборка. Очень простая конструкция, отсутствие клапана EGR, простая система впуска и надежные датчики – его преимущество. Но в нагрузку к такому простому ДВС владелец получает сомнительный кузов и никак не комфорт D-класса в салоне, так что все неоднозначно. Другой пример самого простого, но надежного и достаточно тяговитого мотора, который можно встретить на европейских векторах B до рестайлинга. 8-клапаны 1,6-литровый двигатель мощностью 75 л.с. Но с учетом возраста и стажа эксплуатации на отечественных дорогах такая экзотика – не лучший вариант. Самый распространенный вариант – 16-клапаны 1,6-литровый двигатель мощностью 101 л.с. Для езды в городе и по трассе его мощности хватает, но сама конструкция вызывает вопросы. Маслосъемные кольца легко закоксовываются, поршни не отличаются жизнестойкостью, а втулки клапанов ГБЦ быстро изнашиваются. Отсюда необходимость менять сальники клапанов каждые 30-40 тысяч километров при общем пробеге 200 тысяч плюс. В версиях этого мотора последних лет выпуска «Векторы» появился единый модуль зажигания, ЭБУ на двигателя и электронный дроссель, и в случае естественного износа владельцы сталкиваются с проблемой расходов. Причем ремонт помогает не всегда. После рестайлинговые 1,8-литровые серии X18XE1, UI18XE и Z18XE обладают такими же недостатками, разве что масляный аппетит у них меньше, а ГБЦ прочнее. Моторы серии UI и Z отличаются проблемой с выходом из строя ЭБУ двигателя. Ну а появившийся после рестайлинга 2000 года 2,2-литровый агрегат серии Z22SE конструктивно сложный, дорогой даже в обслуживании, не говоря уже о ремонте. Дизельные Дизельные агрегаты популярностью на «Вектрах» не пользуются. Да, серийные 2-литровые и 2-литровые варианты достаточно надежны в части ресурса ЦПГ и турбины, а система их питания достаточно простая. Но все же дизельный двигатель на автомобиле тех лет – гарантия очень серьезных пробегов. А где такие пробеги, там и дорогостоящий ремонт чувствительной топливной аппаратуры. Трансмиссии По надежности механика сильно отличается в разных версиях «Вектры». Так, V6 и моторы объемом от 2-литров комплектовались надежными коробками, как механикой, так и автоматом. А вот с версиями на 1,6 и на 1,8 литра после рестайлинга было сложнее. Такие коробки серии F17 – F15 не выдерживают нагрузку от мотора. В результате – рассыпание подшипников вторичного вала и, как следствие, от шумной работы до разлома дифференциала и корпуса коробки. Как повезет. Прошаренные владельцы рекомендуют простой и суровый способ решения проблемы. Заменить при покупке механическую коробку на ту, что полагалось более мощным машинам. А вот автоматы, как ни странно, на Opel Vectra B – более предпочтительный вариант. Но и тут владельцам более мощных версий везет больше. Из проблем стажа, разве что загрязнение гидроблока, а при хорошем уходе автоматическая коробка на «Вектре» может прожить и 350 и даже 500 тысяч километров без капремонта. Общее по силовым агрегатам. Моторы на 1,8 и 2 литра дорестайлинговых версий имеют титановую лямбду, которая больно может ударить по бюджету. После 2000 года моторы не отличаются беспроблемной работой систем зажигания. Тут и проблема с катушками зажигания, и отказ дроссельной заслонки, и даже поломка эбу самого мотора, боится перегревов и выходит из строя. 16-клапаны 1 и 6-литровый может оказаться дороже в обслуживании мощного V6 на 2 и 6 литра. Автомат на Opel Vectra B может оказаться лучшим решением, чем механика. Ходовая часть и рулевое управление. К тормозной системе у владельцев претензий нет. Возникающие проблемы – следствие естественного износа. От закисания троса ручного тормоза до разрушения патрубков и пыльников суппортов. В автомобилях до 1998 года система АБС особой эффективностью не отличается. А вот тормозные диски ходят очень долго – до сотни тысяч километров, сменив 2-3 комплекта колодок. На задних тормозах колодки лучше менять чаще. ТО тормозов желательно проходить каждые 30 тысяч километров. Передняя подвеска на Opel Vectra B у владельцев нареканий не вызывает. Порядка 120-180 тысяч километров ходит без проблем. Сейленд-блоки и шаровые опоры радуют своей надежностью. Амортизаторы живут в среднем до 100 тысяч километров. Задняя многорычажная требует вложений и переборки примерно каждые 100 тысяч километров. Цена запчастей, правда, не кусается. Если брать оригинальные наружные шарниры, рычагов и сейленд-блоки продольных рычагов, в среднем порядка 80-100 тысяч километров они не побеспокоят. Рейка живет порядка 250 тысяч, и это более чем прилично. А вот рулевые наконечники чемпионить по части ресурса не склонны. Как итог. Беспощадная коррозия и стремление бывших владельцев сэкономить на расходниках и ремонте – главные факторы против Vectra. Без этого приличный и весьма экономичный автомобиль с хорошим оснащением и неплохими моторами. Вот только привлекает Vectra покупателей, которые машину обслуживать хотят максимально дешево или не обслуживать вообще. Поэтому шансы нарваться на откровенные сюрпризы высоки. К покупке в плане моторов рекомендуются бензиновые агрегаты, дорестайлинговый на 2 литра и послерестайлинговый на 2 и 6 литра. Но первоочередным фактором выбора должен стать все же кузов.